Благословен, чтобы быть благословением Бог во Христе Иисусе благословил мир Бог благословил от самого начала человека Адама и Еву Он их создал и благословил, это так важно То есть он в благословении, мы включаем Вот этот прописанный код, что у них все получится Он их благословил и сказал, плодитесь и размножайтесь Населяйте всю землю, обладайте ею, владычествуйте Над рыбами морскими, над птицами небесными И над всею землею И мы видим, что люди, они освоили землю Обладают, конечно, в некоторых случаях они портят землю Но мы видим, что человек, он контролирует землей Бог благословил первых людей Чтобы через них благословения пришли во все роды И оно дошло до нас И Бог нас также благословил И его желание, его видение То, как он нас видит Не как мы себя видим Как он нас видит, как он нас замыслил Запланировал Чтобы мы были на этой земле благословением для других Вот он нас благословил, чтобы мы были благословением Знаете, Иисус говорил в Нагорной проповеди Вы свет мира А свет что делает? Он указывает путь Он освещает, как фары в машине Ты включаешь их ночью, потому что без них вообще нельзя ехать Ты сразу врежешься куда-то Ты не можешь быстро тогда ехать Потому что тебе ничего не видно Но стоит тебе включить фары Все видно, и ты едешь Свет – это благословение Это знание Знание пути своего В комнату ты входишь Если темно, ты ничего найти не можешь Ты помнишь, что примерно где-то что-то лежит Но как только ты включаешь свет Ты знаешь, где точно все лежит Свет – это благословение Благословение – это быть благословением Иисус родился на эту землю Чтобы быть благословением И через него благословились все Все вокруг Все, кто был рядом с ним Были благословены Кроме тех людей Которые его отвергли Они посмотрели Они сделали заключение Они сказали Нам он не нужен Это не наш Кстати, мы благословляем Израиль И молимся за Израиль Чтобы туда пришел мир И чтобы туда пришло Евангелие Мы не просто молимся Чтобы Господь сохранил от ракет У них неплохо в этом получается Мы просим мир и благословение Израилю Чтобы они были спасены Не просто от ракет А от вечного ада Тут думают, что если ты еврей Ты пойдешь на небеса Нет Ты не спасаешься благодаря национальности Ты спасаешься благодаря вере в Иисуса Христа Вере в то, что Он сделал на кресте Поэтому мы благословляем и молимся За все церкви Которые находятся в Израиле Мы молимся, чтобы туда пришел огонь Пришло пробуждение И чтобы помазание действовало там Чтобы люди спасались Чтобы люди спасались Чтобы у них открывались глаза И они принимали Иисуса Как мессию Ишуа Хамашех Аллилуйя По-еврейски Мессия Иисус Мессия Самая большая проблема церкви Самая большая проблема церкви Это эгоцентризм Это когда люди Которые уже поверили в Бога Продолжают Сосредотачиваться только на себе Только на себе Я не мое Послушайте, это грех Грех так жить, думая только о себе Когда нас Бог благословил То Он нам что-то дал Мы стали вдруг Необычными людьми Мы стали необычными людьми И многие из нас Тот, кто действительно поверил Родился свыше Мы стали Бога Носителями Есть, знаете, такие машины Ракета-носители А есть Бога-носители Так каждый верующий человек Как бы он ни выглядел Красиво или невзрачно Внутри него есть сокровище Это Бог Это вера в Бога И этот человек является Благословением Для окружающих Послушайте, как мы узнали О вечной жизни Как мы узнали О том, что Бог сделал Для нас на кресте От других людей Другие люди Благословили нас Конечно, например Я лично Я родился в христианской семье Я слышал это от родителей Опять же, люди А мои родители Они не были с детства верующие Они покаялись в юности И мама, и отец Они покаялись Где-то в 16-17 лет Их родители Родители моей мамы Не были верующими То есть были люди В то время В далекое время Кто были верующие Несмотря на то, что был Советский Союз И все запрещалось Живая вера запрещалась Все-таки были люди Через которых Благословение сочилось Приходило в жизнь Других людей Мама мне рассказывала Отец заставлял ее Идти в кино А она говорит Она не хотела Ее ноги бежали в церковь На собраниях Там, где верующие Собираются Он стыдился того Что его дочка Уверовала Его жена уверовала Потому что моя бабушка Уверовала вместе с мамой На собрании Он стыдился Потому что он был Уважаемый человек Ему было стыдно Он почему-то Не хотел принимать Но они приняли Благословение Когда моя бабушка Лежала уже в коме Перед смертью Я ей на ухо говорил Бабушка Спасибо тебе Что через тебя Благословение Она уже была немощная Она уже не ходила Она просто лежала Уже это был Просто жалко Вид И я ей говорил Душа там еще Была внутри В теле Я ей говорю Бабушка Спасибо тебе Что благословение Пришло на всех детей Благословение Пришло на родителей На моих Благословение Пришло на нас Спасибо тебе Что ты молилась о нас Она представляет Тебе молилась о нас И я ей говорил Что Бог тебя Вознаградит за это Что она уже Ничего не понимала И через некоторое время Она ушла Есть люди Через которых Приходят благословения И многие Пренебрегают Этими людьми Но ты не можешь Никак прийти к Богу Поверь Если ты обычный человек Ты никак не можешь Прийти к Богу Это только Какие-то исключения Когда Бог Лично к кому-то пришел В основном Люди приходят Через других людей Через тех людей Которые не концентрировались На себе И на своих проблемах И на своих нуждах У нас всегда будут Какие-то нужды У нас всегда будут Какие-то проблемы Но если мы свой взгляд Оторвем от себя И посмотрим Насколько у людей Большие проблемы У нас проблемы Какие? Маленькие У людей проблемы Серьезные У них вечность Еще не решена Вопрос вечности Они в ад идут Они об этом не знают Они об этом не думают Бог века сего Ослепил их умы Чтобы для них Не воссиял Божий свет Мы говорим Неужели ты не понимаешь Он не понимает Ты говоришь Здоровому человеку Адекватному Цивилизованному Образованному Ты говоришь Почему ты не позаботился О душе Иисус умер Он все сделал Тебе надо поверить Он воскрес И в уме этого нету Он не может задуматься Об этом Если он задумывается О вечности А что будет Когда умру Дьявол сразу Переключает его Мысли Иди Чайник поставь Иди Передачу посмотри Иди Огород скопай Или что-то еще сделай Позвони кому-то Какие-то дела Поэтому наша задача Молиться за людей Прежде чем мы говорим им Их надо отмолить Надо связать Сильного Надо связать Того Кто ослепляет Умы людей Представьте Человек не видит Потому что Яркая вспышка была Если тебе в глаза Сейчас 10 тысяч ватт Прожектор светануть Представь Что с тобой будет Ты ничего Кроме пятен Видеть не будешь Ты вообще Ничего не увидишь Тебе больно будет Поэтому нам Нам не стоит Осуждать мир Потому что Они не А вот они не хотят Бога Да и ты тоже Не хотел Недавно еще Бога Но кто-то Тебя промолил Кто-то Благословил Кто-то думал о тебе Кто-то Вписывал тебя В молительные списки Стоял дома Молился за тебя Просил чтобы Дух покаяния Бог дал тебе И Бог дал тебе Дух покаяния Радуйся Я радуюсь То что я верующий Я осознаю Где я мог быть Я не принимаю Это как должное Я всегда осознаю Где бы я сейчас был Это было бы ужасно Иисус Иоанна 4 главе 35 стихе Говорит Вторая часть стиха А я Ну ладно Прочитаем весь стих Не говорите ли вы Что еще 4 месяца И наступит жатва А я говорю вам Возведите очи ваши И посмотрите на нивы Как они побелели И поспели к жатве Здесь ключевое слово Возведите очи ваши Возведите То есть Ты к чему-то приклеен Твое внимание К чему-то прилипло К каким-то своим проблемам К чему К тому Что у тебя что-то не получается А и Знаете И вот ученики Знаете Когда человек ходит Он обычно вниз смотрит Знаете Особенно занятый человек Он думает Он постоянно Он даже на здания не смотрит Он не видит красоту Может быть Некоторых зданий Архитектуру Потому что он всегда К земле Он все думает Думает Как бы решить Как бы решить Знаете В этой суете В такой А Иисус Он видит это Он видит Что их зрение Не поднимается наверх Оно не отрывается От их проблем А он говорит Другими словами Оторвите ваши глаза От себя От своих нужд От нужд ваших Посмотрите Он говорит Посмотрите Знаешь Пока ты не оторвешь Ссор от себя Ты никогда не увидишь Как другие страдают Ты молишься О зарплате Чтобы У тебя зарплата Побольше была А кто-то А кто-то сейчас Вообще От голода Умирает Ты на свою зарплату Все-таки Жить можешь А у кого-то Представь Вообще Просто Нечего делать И он идет Самоубийством Заканчивает жизнь Кстати Нужды бывают разные Я не против Чтобы у вас Зарплата была Побольше А для чего Опять же Для вас Чтобы вам Лучше шмотки Купить Лучше купить Просто Знаете Циркофаг Лучше сделать Все опять же Вот вы Молитесь Да Не вы Я Давайте будем говорить Я Чтобы вы вдруг Еще не обиделись Еще обидитесь А мне нельзя Вас обижать Допустим Я такой вот Плохой Мои молитвы Такие Эгоистичные Бог Дай мне И мои молитвы Такие Знаете Обо мне Я Мне Мое Я Мне Мое А Бог Ну вот Когда тебя так смотрит Ну на меня Смотрит так И думает Ну-ну Ну-ну А когда ты Вообще задумаешься Нет А у нас бананы в ушах У нас только рот работает А в ушах бананы Плеер у нас какой-то Банановый Мы только говорить умеем И Бога вообще не слышим Иисус говорит Оторвите очи ваши Возведите очи ваши И посмотрите Как страдают люди Я вас избрал Для чего Иисус избрал 12 учеников Чтобы передать им Все благословения Он их избрал Чтобы они были Благословением Не просто для Израильского народа А для целого мира Ко многим сейчас слово Бог избрал вас Не только быть благословениями В ваших семьях А для народов Для народов Быть благословением Дорогой верующий человек Бог избрал И благословил тебя Чтобы ты был Благословением Кто такой человек Благословения Это тот Который постоянно Дает В Библии написано Луки 6.38 Давайте И дастся вам Мерую добрую Утрясенную Нагнетенную И переполненную Это означает Что ты дал И тебе будут Насыпать И утрамбовывать И еще насыпать Утрамбовывать Утрясывать Еще Это как муку Пересыпал И вот так Постучал А она Осела Утрамбовалась Ты еще туда насыпал Место появилось Бог ждет Чтобы благословить Тебя Еще больше Но он Говорит в начале Давайте Это мышление Верующего Быть Даятелем А не потребителем Конечно Мы и потребители И даятели Но давайте Не будем Только потребителями Мы должны Потреблять Мы должны Потреблять Мы должны Просить у Бога И получать И потом Раздавателями Быть раздавателями На всех уровнях На физическом уровне На душевном уровне На духовном уровне Кто-то говорит Вот какое Мое служение Начни молиться За людей Неспасенных Чтобы они спасались Начни с этого Это великое служение Кстати Иисус У него это Служение На небесах Он ходатый Нового завета А ходатый Переводится Адвокат Современное слово Он адвокат Он Перед отцом Перед судьею Стоит И защищает Людей И тебя Иногда Защищает Потому что Ты куда-то Можешь Вляпаться Две Главных Заповеди Которые Оставил Нам Иисус Это две Ноги Тела На которых Держится Все тело Все тело Держится На двух Ногах Это для тех Кто не знал И какие Эти заповеди Первое Возлюби Бога Второе Возлюби Ближнего Твоего Когда верующий Просит у Бога Но ничего Не дает Он Становится Болотом Где заводятся Лешие Мы Павел Апостол Павел Говорит Я веру Сохранил Течение Совершил Он Понимаете Кем он стал Он принял Божью реку Божий ручей В себя И пропустил Ее через себя В языческий мир И теперь Мы сегодня Имеем Евангелие Он пришел В Европу Спасение Мира Лежало На ответственности Двенадцати Человек И то потом Иуда повесился Одиннадцать Человек Должны были Спасти весь мир Они Наверное Думали Да Ну и задание Ну вот Так даст Бог задание Так даст И как мы Решать это Будем Братья Вот они Вот так Все сидели Наверное И думали А Бог Говорит Дух Святой Придет На вас И вы Будете Мне Свидетелей По всему Миру Не думай Что только Ты Являешься Благословением Ты Богом Благословен А значит Ты Снаряжен Для того Чтобы Благословлять Других Других Людей Плохой Пример Приведу Человек Заразный Человек Например Заразный Он появляется В обществе Подышал Почихал Покашлял Хоп И заразил Других Людей Потом Смотришь Они Чихают Кашляют И других Заражают Или Человек Знаете Есть люди Проклятия Проклятые люди Лучше бы Они на землю Не приходили Вот они Пришли На эту землю Гаденыши Извините За выражение Через них Продается Оружие Наркотики Клубы Проституция Весь грязный И черный мир И они Совращают Молодежь И многие Кстати Звезды Которые Демонстрируют Гламурный Вид Образ Жизни На самом деле Они по другому Живут Они мучаются Просто это не показывают И они Вовлекают Они Являются Рекламой Такой жизни Классной Роскошной И многие Молодые Молодежь Они начинают Смотреть Начинают Хотеть Быть подобными Хотят Брать Пример С них А у тех Ноги уже В аду горят Они же Проклятые Через них Грязь идет На эту землю Так вот Послушайте Речь сегодня О благословениях Что верующий Человек Для чего Это проповедь Звучит Для того Чтобы расколоть Этот орех Для того Чтобы разбить Этот лавастровый сосуд Чтобы потекло Благословение Знаете Благословение Если оно закупорено Оно непонятно Что это благословение Но как та женщина Очень грешная женщина Пришла к Иисусу Плакала Мыла ноги Иисусу Грязные У Иисуса Были грязные ноги Потому что Он ходил по земле И учеников Были грязные Она плакала Волосами своими Красивыми волосами Длинными Вытирала ноги Мыла А потом еще Вылила этот Алавастровый сосуд Это благословение Иисус сказал Во всем мире Будут знать Об этой женщине Потому что Это она сделала Мне Лично Мне Она приготовила Мое тело К погребению Она потратила Все благословение На меня И что Иисус Он говорит Она будет Всю вечность Благословена Послушайте Невозможно Вот ты Например Благословен Но пока пробка Не открыта Никто не Благословляется Ты ходишь Ты как бы Закрытое благословение Тебе надо Активизировать Благословение И многие люди Верующие Которые закрытые От них ничего не получить Они вот Ничего не дают Ничего Вот они Если что-то дают Только очень маленькое Чтобы Это не повлияло На них никак И вот они Потом молятся За что-то О Бог Благослови там Благослови здесь А Бог Тебя не будет Благословлять Потому что Он тебя благословил И это Протухло Это не пошло Дальше Поэтому Иисус Что говорит Давайте И дастся вам Да Чтобы тебе Получить Еще больше Тебе надо Давать Тебе надо Сделаться Источником В тебя Пришла Благословенная Река Что надо сделать Закрыть все Шлюзы Забор построить Нет Тебе надо Ворот Открыть все Чтобы из себя Потекло дальше Вот например Я не хочу Якоть Но раз я себя В плохом виде Показал Да Что мои молитвы Там эгоистичны Это был пример Образец На самом деле Это не всегда так То и положительный образ Тоша Я покажу Например Я ничем не отличаюсь От других людей Ничем таким Выдающимся Нету такого Какого-то Блистательного Ума Каких-то Суперспособностей Ничего Самый простой Обычный человек Парень Мужчина В школе Троечник То есть Мне всегда Ставили в пример Мне Других людей Ставили в пример Я не был примером Мне сестер Ставили в пример Других Говорили Ну вот что ты Витя Ну вот что ты Не стараешься Или что-нибудь еще И знаете Однажды я принял Бога в свою жизнь Я позвал Иисуса Чтобы Он пришел В мою жизнь И это на самом деле Произошло На самом деле Без преувеличения Иисус вошел В мою жизнь В мое сердце С тех пор Я стал благословением Для других людей Не только я проповедовал Я очень много проповедовал И неверующим людям Неверующим Я проповедовал больше Чем в церкви Это когда я стал пастором Я стал больше верующим Проповедовать А до этого Я проповедовал везде Был благословением Для других людей Не только в духовном В физическом Витя помоги Витя там Витя помогает На работе тоже помогал Всем помогал Вот Кроме своей ответственности Другим еще помогал И знаете Я решил Что моя жизнь Будет благословением Она не замкнется На мне И на моей семье На моей жене И на моих детях Она не замкнется Благословения Будут течь дальше 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 В народы Поэтому есть Ютуб канал Есть фейсбук Есть телевидение Это все только для того Чтобы люди Познакомились с Богом Люди пришли к Богу Я решил Сделать свою жизнь Платформой Чтобы благословения Текли дальше Потому что я понял Что жизнь скучная Когда живешь для себя Блажение Блажение отдавать Нежели принимать Блажение отдавать Вы знаете Как та бедная вдова Она отдала Последнее Что имела О какая она Стала счастливая Вот знаете Люди Они держатся За последнее В своей жизни Лишь бы не отдать Лишь бы сохранить И теряют Великое благословение Больше Иисус ее заметил И сказал Это женщина А если ее Заметил Иисус Это самое главное Тебя люди могут Не заметить Но если тебя Заметил Иисус Это самое главное Что ты стал Даятелем Когда ты стал Даятелем У тебя появилась Смелость Приходить к Престолу благодати И просить Большего Помазания Большей мудрости А то люди приходят Бог Дай мне Помазание Больше Чем у Бенехина Что бенехин Еще приезжал Удивлялся Ботинки Мне Чистил Портфель Мой Носил Начните Давать Даже В духе Начните Давать Для кого-то Во имя Иисуса Исслись Во имя Иисуса Будь благословен Во имя Иисуса Приходит Свобода К этому человеку Начните Кого-то Благословлять Там Умножаются Финансы Умножается Там что-то Там В семье Где нет любви Любовь приходит Вы начинаете Быть благословением Послушайте Весь мир Духовный Начинает Обращать на вас Внимание Они вот так Вот знаете Смотрели туда А потом Начинают Потихонечку Посмотреть На вашу сторону Ого Ого Интересно Да слава Господу Он Позволил Божьим Благословением Те через себя А давайте Его благословим Так Чтобы все Увидели Это А тот Человек Даже Не думает Что он Там Он просто Начал Решил Менять Свою Жизнь Я буду Благословением До конца До конца Буду Благословением Буду Вот позволю Сделаю Все Соцсети Фейсбук Там Все Я буду Выставлять Туда Кстати Вы можете Прямую Трансляцию Выставлять У кого есть Фейсбук Не стесняйтесь Нажимаешь Заходишь Фейсбук Клик И уже Другие люди Смотрят Через тебя Представь Ничего Не попросили Ты кликнул Хоба Через тебя Смотрят Твои знакомые Слово Божие Слушают Раз ты Выставил Какое-то Слово Божие Слово Ободрение Это уже Показывает О том Что Ты Не болото Ты Ручей Ты Принял Этот ручей И через тебя Он потек Дальше Эти благословения Потекли Дальше Вот я хочу Чтобы все Мои знакомые Все люди С которыми Я когда-то Пересекался Начиная Там С детства С садика Со школы С училища С работы Там Родственники Все Дальние Близкие Все 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 Кого я знаю И кого я не знаю Чтобы получили Благословение Иногда говорят Слушай Ты не говори Там скидки Только ты никому не говори А начальник Они все купят Да наоборот Начинай кричать Скидки Бегите Быстрее Берите Будь человеком Не скованным Не этим Кощеем Бессмертным Знаете Все к себе Только стяжать А раздавателям Потому что Бог такой Богатый Благословениями Ты просто Можешь Подключиться В один момент К небесам И через тебя Будут течь Уже небо Просто реально На самом деле Может течь Апостол Павел Говорит Мы ничего не имеем Но что Всех Благословляем Апостол Павел Выворачивает Карманы И говорит Мы ничего Не имеем Но всех Благословляем Это тебе кажется Что ты ничего Не имеешь Имеешь ты Много чего Ты имеешь Во первых Бога внутри себя И молитву Сильную молитву Огненную молитву Ты можешь Помолиться И жизнь Человека Будет Спасена Разве это Не благословение Это самое Большое Благословение Выйти во все Сферы И во всех Сферах Быть благословением И когда Бог увидит Что через тебя Текут благословения Он увидит Своё ДНК Не отца лжеца Дьявола В тебе ДНК А своё ДНК Он увидит Свою природу Он тебя Подключит Он тебе даст Такие секреты Он тебе откроет Такие шлюзы Такие благословения Придут в твою жизнь Которая тебе страшно Даже станет Ты станешь Обладателем Божьего Царства Аллилуйя Давайте сейчас Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok